ну что ребятки я очередной раз приехал такое прикольное местечко называется музей 1900 то есть само название за себя говорит что это музей старинных объектов смотрите вот тут на паркинге сразу какая коллекция старых автомобилей я думаю что все не на ходу они в очень хорошем состоянии либо они принадлежат кому-то и это постоянно ездить на них смотрю даже человек внутри сидит либо это экспонаты музейные даже не знаю смотрите старинная техника навсегда застывший уже как музейный экспонат вот написано вход в музей знаете это все находится в горах юга франции едешь вот таким живописным местам все утопает в зелени везде виноградники везде вот такие вот домены то есть поля имения виноградные где сразу продают виноградное вино красное белое розовое прикольно так знаете проехаться проветриться открыть для себя что-то новое интересное вот и музей эти музей 1900 то есть само название за себя говорит что здесь музей старых вещей столетний возможно большей давности смотрите на удивление много народа наверное все люди которые приехали на таких вот старинных набилях которые находятся на стоянке которым так что видели видят пробег какой-то ну чё ребятки только что купил билетик вот видите музей 1902 года типа просто 1900 вход 12 евро и чё интересно в этом музее старых вещей вы можете залезть просто на эти старые объекты покрутить руль не знаю потрогать полазить пощупать вот и вот здесь вот приходит на какие можете вы залезть и покрутить на машины на велосипеды старинные на мотороллеры даже есть зубной кабинет ведь прикол да сразу вход так интригует очень много таких красивых старинных вещей ну что начинаем наш визит смотрите настоящие машины тех времен машины мотоцикла прошлого телефонистки да прикольно люди собирали 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 не знаю сколько лет и вот сделали музей мадам так что это у нас за марка марк дион бутон даже не слышал про такую 1923 года да реально попадаешь в другую эпоху совершенно да прикольно что это за марка мотоцикла роват какой-то марка робот да 48 года давайте кого ощутим себя как чувствовали мотоциклисты да прикольно да в те времена это было тоже шиком такое все подрисорено и садишься так достаточно мягко так удобно роват видите даже не знал что такие мотоциклы существовали с таким названием с такой маркой нечего идем дальше здесь зал отведен пожарником пожарным машинам то есть эпохи 1898 год вот такие марки про которые сейчас вообще не слышно наверно прекратили свое существование а вот кстати паркинг на котором я остановился и на котором я стал на коллекцию автомобилей это кажется какая-то ассоциация просто фанатов вот они делают пробег по франции весна хорошая погода все вытаскивают свою технику организуется и поехали видите заехали отдали дань этого музея раритеты еще музычка такая на заднем плане подходящий смотрите это пожарная машина окажется паровая как паровоз видите 17 года выпуска вот видите котел здесь видимо приводилось в действие на пару может быть еще и подавали давление тоже паром чтобы воду подавать для тушения пожара смотрите давайте ощутим себя пожарным вот так вот они ехали сидя на вот этой вот скамеечке ну-ка сядем-ка мы на место водителя видите каски тех времен ощутимся водителем пожарной машины видите видите особенность этого музея здесь можно садиться трогать щупать крутить музейный экспонат некоторые подавали с правой стороны руль как будто английская ручник пожарник пожарник подавали автопомпы ну что покидаем зал пожарников и продолжаем наш визит вот видите марияж то есть свадьба мэр города у мэров вот такая вот ленточка у всех они одевают белый красно-белосиний это флаг одевают на праздники на всевозможные даты да такие манекены реально как настоящие такие лица это вообще на фантомасы похож как будто смотрит реально на тебя похож на Пескова кстати своими усами усы Пескова у вас ус отклеился да такая примитивная техника была с сегодняшней не сравнить одеревенела уже кожаный ремень мото бекан о прикол я смотрел на интернете на ютубе про вот этот вот велосипед он был создан для заездов на велотреке короче и он был сделан для того чтобы команда вот 4 человека садятся видите тандем такой могли крутить привыкали крутить одновременно педали видите написано вы можете забраться на этот велосипед ну что ж сядем на первое сидение вон спортивный велик считался считался вот он года 1904 бициклет бициклет отдел мотоциклов бициклет дуглас 52 года пежо 53 пежо 53 пежо 53 пежо 53 и все исчезли тоже момент гаю 29 год мопед прикольный сулекс велосулекс смотрите одновременно велосипед ну как старые мопеды и вот здесь моторчик такой он крутил вот это вот колесо видите давай долг действия смотрите какой маленький моторчик 50 кубиков наверное 45 да прикольно прикольный музей маленький такой насыщенный экспонатами о старинный велик интересно какого он года 1890 год ну что выходим из этого мотоциклетного отдела перепадаем в детскую видите детские игрушки колясочка 900 1920 года реально довоенное время такое мы видим одинаковое везде было что в советском союзе что здесь похоже очень сильно все какой-то автобус для детей тоже игрушечный старинная утварь тех времен смотрите пылесос прикол пылесос когда видите 55-й год уже пылесосы уже такие делали как сейчас современные в магазинах стоят дайзен Дайзен тех времен Торнадо называется Да, дедушкины вещи Вещи, которые мы еще можем найти В чердаках и в подвалах Примус Смотрите, фен даже тех времен В 49 году уже была сушилка для волос Обалдеть Никогда бы не подумал Плойки, смотрите Нагревались, видимо, как утюги старинные На чем-нибудь горячем Женщины наводили красоту Закручивали волосы Даже кофеварки, смотрите Уже тогда были Неспрессо Игрушки тех времен Вообще прикол Проигрыватели У деда как-то раз я нашел В доме Такой вот Даже был Бобинный магнитофон Вот типа вот такого И он играл Фотоаппараты Смотрите Радиоантенны 1925 год Да, вот это были Фотоаппараты 1898 год Обалдеть Вот так вот шла эволюция Ребятки Потихонечку Да, рай для коллекционера Кто-то коллекционирует Такие вещи Кто-то продает В Москве На влашенных рынках Полно таких вещей Смотрите Года 1951 36 35 37 Можечка приконная Такая старинная Ну и там еще Выход на терраску Сходим туда Там дверь я смотрю Открыта Ну что Покидаем Фотографический салон Если так можно назвать Еще не покидаем И перемещаемся В другой зал О, прикол При входе На фотографии Зубной кабинет Представляете Когда-то Это все Работало Здесь сидели люди Ну не здесь А вот За этим За этой бормашиной И врач сверлил Зубы Пациентам Кабинет Донтер 54 Живной кабинет Видите Для ради прикола Положили Зуб вырывать Шутка Конечно Продолжение следует О, прикол Какие-то ужасные Фильмы Тех времен Зрители сидят Да Когда-то Такие телевизоры Были у нас Дома Присядем Посмотрим Ощутим Прошедшее Время Ощутим Видите Кинопроекторы Старинные Женщина сидит Печатает на машинке Секретарша Симпатичная Такая Черноволосая Секретарша Смуглянка Молдаванка Старинный Бар Со старинными Кофейными Машинами Простят не трогать Я уже хотел сыграть на пианино Смотрите Машина Музыкальная Тех времен Радиофонограф 32-го года Как мы в фильмах Видим Кидают Видимо Монетку Или не знаю Здесь много Пластинок Вон Видите И они так автоматически Видимо Ставились Сюда О Кабинка Телефонная Тех времен Прикол Алло Какие вести Давно я дома не была Все хорошо Прекрасная маркиза Все хорошо Все хорошо Так смотрите Вот тут терраска Такая Которую мы видели Через стекло Только что Заходим на эту терраску Вообще класс И музей Хороший такой Просто полно Объектов И В таком Месте Расположен Просто Зеленым Горным Пейзаж Просто Отличный Так что Если кто Кого-то Заинтересовало Рекомендую Музей 1900 Называется Кстати Написано Даже Смотрите Смотрите Машинка Берли 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 1917 Года Пробуем завести Видимо Было Военной Техникой Бамбук Бамбук Здесь Видите Бамбук Классная вещь Его сажаешь Он как стена Становится Растет Неприхотливый Да Такие Трактора Такие Фирмы Которые Сейчас Просто Не существует Мотоплуг Руками Приводился В действие За ним Шел Человек Видите Всевозможные Переключения Опытом Сходим Туда Я спросил У него Говорю Здесь Ну Работника Этого музея Говорю Здесь Что Железная Дорога Была У меня Говорит Просто Для красоты Репродукцию Сделали Типа Станция Я только Что Увидел Смотрите Цепь Типа Высокой Проходимости Машинка Смотрите Как Приводилась Здесь Шестеренка Задний Ход Давайте Поднимемся На Водительское Место Английский Видимо С правой Переключение Типа еще идемте дальше я прикольный дворик какой видимо здесь бар работает летом короче это настоящий автомобиль ferrari он был сделан для детей здесь реально стоит мотор и для соревнований в лимане на севере франции ведь мотор видно вот такие вот прикол смотрите тоже с реальным мотором мокрик и сауси с и пор лизам фановы клевре мотор но как вы слышали только что я спросил у хозяина музея он говорит что это для манежа было сделано это не настоящий я думал что это настоящий смотрите какие живописные места речка вот сразу прям проходит будем здесь рыбачить можно вода такая чистая видно даже на дне водоросли растут наверно сомики сезоны есть ящики шестьдесят третьего года бутылки наверное тоже видите это внук он сказал что он внук хозяина музея его дед в течение пятидесяти лет собирал вот эти все объекты и он тоже говорит даже в наше время мы чем-нибудь находим реставрируем выставляем и будем расширяться настоящая карета для карус по-французски карета на карус ощутим себя барином и извозчик я не извозчик а кто ты я водитель кобылы только глянет над рекой и утро вешние но это же вес по знаменитый итальянский мотороллер до сих пор кстати его выпускают ну что ребят продолжаем наш визит не знаю что там еще осталось посмотреть граммофон настоящий кстати вот так вот на живую ни разу не видел вот так вот модница тех времен виноградники видите имитация да на юге франции столько виноградников вообще все в виноградниках очень прибыльное дело делать вино какая-то машина непонятная видите даже место для сидения вредители виноградников видите на колорадского жука похож здесь тоже большой зал какой-то можно даже зайти вот этот отсек вот это стиральные машины тех времен видите баки приводятся здесь руками видимо крутятся да ведь отдел отведен стиральными машинами доски как были в советском союзе прикол я был как-то тоже вот в таком музее называется мети ансен то есть старые профессии вот похоже немножко он тоже миллион всяких объектов старинных это уже ход мы сделали такой круг но мы еще не видели вот этого зала симпатичные манекены такие о нифига себе тут еще и что-то крутится и работает какая-то мощная машина написано видите машина по перемолке зерна видимо делает муку батюс 35 года да ребята музей интересный как вы видите старинные вещи смотрите меха для кузнецов для наковальни даже костер горит как почувствовали себя кузнецами и и и и и Возьмем раскаленную подкову. Возьмем раскаленную подкову. Возьмем раскаленную подкову. В России на холоде греют картер масляный, чтобы залилась машина. Все, устала машина работать. Вот такие гиганты паровые. Посмотрите, какое количество плугов на стене прикреплено. О, кстати, вот эта машина, которая только что перед нами стоит. Вот она, на него. То есть, видите, вот эта вот была как машина паровая, и она приводила в действие вот этой вот ленты. Вот эту вот мельницу измельчающую, измельчающую зерна. Вот как это все работало. Вот с такой вот скоростью. На пару. То есть, вот этот вот паровоз, он считался только мотором, приводящим в движение вот эту вот мельницу, так сказать. Вот наглядный пример. Еще звуки здесь, как паровоз. Вот так вот работали фермеры. Вот только что мы видели, как работала эта деревянная машина. Вот это сверху. Забрасывают, может, пшеницу, рост, там, не знаю. Вон туда. Она прикольная. Вот еще какая-то странная машина. Пресс какой-то. Не будем открывать. Или туда что-то закладывалось. Сцена какая-нибудь прессовалась. Тут вообще какой-то гигантский пресс. Мощный такой. Какие-то коврики делали, видимо. Вот здесь написано, что вот это вот, я думаю, это коврик. Написано, что это служило, чтобы складывать сюда спрессованное от оливок массу. То есть, оливки прессовали, видимо, делали оливковое масло и Массу складывали сюда. Это жмых или как там лучше назвать. Пат, тесто, как они написали. Если дословно переводить. Да, вот эта вот машина, которая только что крутилась и косила. Сено мы видели только что вот по телевизору показывали. Да, прикольно. Хорошо отреставрированы, чистые такие. Экспонаты вообще класс. Вот видите, селянка француженка. Элегантная французская селянка. Эй, селянка, хочешь большой чистой любви? Помните, как в фильме «Формула любви». Приходи сегодня на сенавал. Семен Фарада. Хороший был фильм. Не было, есть. Семен Фарада. Да, прикольно. Здесь еще вот в некоторых барах, ресторанах. Вот в горах, которые особенно находятся. В Савой и так далее. Там вот внутри баров украшают вот такими вот старинными орудиями труда. Либо там вешают лыжи, палки. Очень красиво смотрится. Ну что, идем дальше. Вон там еще какой-то зал. И вон тот зал мы еще не посетили. Давайте сначала зайдем сюда. О, здесь он пахнет маслом. Здесь, судя по всему, делали оливковое масло. Видите? Тяжеленный барабан, который ездил по оливкам и давил масло. Видите, я не ошибся. Масляная мельница. Мулан Ауиле. Ну тут еще какой-то... Нифига себе, там такой подвал. Глубокий. Может быть там... Скидывали туда-то что-то странное. Сейчас почитаем немножко. А, короче, смотрите. Эта работала как настоящая мельница. То есть приводилась в действие не руками, а водой. То есть вот там, видите, речка. Реально вот она, видимо, здесь когда-то работала. Вот река, она крутила шестеренку, которая находится под землей, которую мы видим. Вот, крутила шестеренку. И вот эта вот шестеренка вот этим вот валом приводила в действие вот эту вот мельницу. То есть вот этот вот каток гигантский. Я не знаю, стальной он или каменный. Крутился здесь благодаря вот приводу воды. Видите, там роток такой стоит. Шестеренка водяная. И идет квадратный штырь. Вот он. То есть написано, одна из уцелекших таких мельниц, которая очень редко встречается. Вот, отреставрирована была в 1989 году. Горизонтальное колесо. И вот это вот мы видим, вот этот вот коврик, который я назвал. Куда складывался этот жмых, который оставался зеленито. После давления оливок. Ну, вот это вот все, это видите. Всевозможные резервуары, бидоны для масла. Тех времен. Видите, оливковое масло. Уже, видимо, шло на продажу в этих банках. Смотрите, всевозможные барабаны, приводившиеся в движение руками. Видите, как здесь на картинке, на фотографии. Написано, для отделения зерен. Видимо, вот это вот как-то вот крутилось. Как-то что-то осыпалось, судя по всему. Лента, видите. Ремень. Как будто масло текло. Специально так сделали. Амфоры для оливкового масла. Вот еще один барабан. Тоже для отделения, для калибровки. Видите, через эти вот дырки проходят определенные, определенного размера зерна. Видите, тут жопа выпадала, видимо, вообще. А написано, что, вы видите, оливки отделяли. Видимо, может, здесь они и с этим были, не знаю. Остается догадываться, так как я никогда не видел, как это все добывалось. Вот отсюда, видимо, выпадали оливки и сыпались в подставленные сюда резервуары. Калибре, то есть определенный мелочь вот сюда сыпалась. Чтобы именно вот мелкие, через такую ширину, толщину, просвет выпадали. Еще баки для оливкового масла. Да, прикольно, видите. Музей такой прикольный. Ну что, идем-то дальше. Там еще какой-то маленький зал остался. Неувиденным. Неувиденным. О, это тут. Работа по дереву, видите. Рубанки. Все возможные зажимы для дерева, прессы. Киянка. Деревянные молотки. Киянка, видите. Деревянные молотки. Киянки. Музей. Нифига себе. Точильный камень. Представляете, сейчас с какой скорость электрических крутится. И вот. Ручную, кто-то крутил, а кто-то что-то точил, видимо. Потому что одному крутить и одному точить невозможно. Да. Все предметы для работы по дереву. Ну что, идемте дальше. Прикол. Миксеры тех времен. Обалдеть. Вот так вот крутилось. И приводилось в действие. Да, прикольно. Все работает. Даже сейчас можно ими пользоваться. Ха-ха. Двадцатый год. Представляете, сто лет. Сто лет. Сто два года здесь точно. Вот тоже, видимо. Что-то засыпалось туда, видимо. И барабан крутился. Какие-то предельные машины, по-моему. Судя по всему, может быть. Да, природа такая вообще класс. Блин. Весна, зелень, речка. Так, здесь у нас все для лошадей. Хомуты. Старинные хомуты для лошадок. Представляете, все это надо было сделать, сшить. Все такое кожаное. Да и сейчас, в принципе, индустрия тоже работает в этом направлении. Достаточно тяжелым. Бедная лошадка. Бедные лошадки, которые таскали на себе этот груз. Еще и пахали, как лошади. Смотрите, настоящие французские галоши тех времен, деревянные. Видите, тут инструменты для работы по дереву и одновременно работа с кожей. Видите, какая-то машина. Или шития. Уже видите, более современные. Просто как образец. Да, ребятки, представляете, такое носите. Он уже не сгибался. За пять минут можно было натереть ногу. В любом месте. Что в пальце, что в пятку. Обалдеть. Такая обувь была раньше. Ну что ж, покидаем эту мастерскую по коже. Смотрите. Неизвестно сколько лет этой сумки. Кто-то уже ее носил всю жизнь. Что-то в ней носили. Блин, брикол. Да, интересно дотронуться до истории. Обалдеть. Знаменитый Зингер, который еще до сих пор в семьях существует и люди шьют на них. Колокол. Который вешался. И да и сейчас вешается. На шею. Коровам. Да, вот видите, сборка винограда. Давка его. Из покон веков. Бизнес на винограде, на вине. В основном на вине. Венцо любят попивать люди. Губит людей не пиво. Губит людей вода. Ну что, будем выдвигаться. Вроде все посмотрели. Все потрогали. Ощутили старину. Мадам. Аревуар. Смотрите, пресс. Чтобы давить виноград. Сюда закладывались. Грозди винограда. Давилась. И все лилось изо всех щелей. Ну что, ребятки. Покидаем этот очень красивый и интересный музей. Музей 1900, видите. Музей старинных объектов, старинных вещей. Так что, если кому-то интересно, рекомендую. Тут, как всегда, пришел Мишнон Криворучка. И говорит, ребята, очень интересное место. Но время выдвигаться на базу. Вот видите, ребятки, это музей, из которого я только что вышел. И вот рядышком, ну тут везде поля, как я уже говорил, виноградные. И вот встречаются вот такие вот бутички, которые продают собственное вино. Видите? Фирма своя. Здесь много. На юге Франции, регионах, где делают вино, они сразу и продают. Такая презентация. Вы можете здесь прийти, попробовать. Купить одну, две бутылки, сотню. Вот видите, написано, открыт с понедельника по субботу. Сейчас обеденный перерыв. Здесь на юге такой дебильный перерыв, он длится два часа. Либо с 12 до 14.00, либо, видите, с 12.30 до 14.30. Вот и два часа, если ты попал на обеденный перерыв. Гуляй где хочешь, делай что хочешь. Это как шоу-рум, видите, здесь можете зайти, поговорить с продавцом, с директором. Не знаю, кто есть здесь, кто присутствует. Закупиться. Купить одну, две, три бутылки, потом там приехать домой, смаковать, говорить. Вот, я купил это вино на юге Франции и так далее и тому подобное. Они эти места по продаже вина называют кав. Кав это подвал, то есть винный подвал. Смотрите, какие-то бутылки перед нами. Не знаю, полные они или пустые для заполнения. Сейчас посмотрим. Пустые, судя по всему. Домен де Лёз Роштам. Домен это поместье. Вот виноградное поместье. Вот это все тот же музей. Вот это домен. Поместье де Лёз Роштам. Я просто зашел внутрь, сделал круг. Вышел оттуда и... Мы же еще не посмотрели импровизированную железную дорогу. Кусочек железной дороги. Пойдемте. Посмотрим. Типа вокзал. Типа вокзал. Тот маленький. Тот маленький. Пятячок. Где стоят столы и стулья. Бар. Зайдем внутрь. Ощутим себя водителем, машинистом. Ухууууууууууууоуууууууууууууууууууууууууууẻууууheadsаshssyassyassyasssshnuymlde00ssya-1synsuuuu2уууухууууууууууууууууууууууow妹з familiesаsSONsjas держаssyas ssyasdyshmukhс experts ssyasss REALLYssya ssssyahsflopoくwa ellssha uuuhuu. м Да, нормально они тут Развернулись Серьезно так Вот видите Это паркинг На которые я приехал И который был забит Час назад Старинными машинами Я еще подумал, что это Музейные экспонаты Они, оказывается, видите, все на ходу Эти вот люди, которые были в музее Они все были приезжие И все приехали на этих старинных Раритетах Смотрите, тут даже Типа сделали домик На переходе В нем находится туалет Красиво сделали Опять от меня сбежала Последняя электричка И я по шпалам Опять по шпалам Иду Домой по привычке Да, здесь как в Диснейленде Представляете, положить кусок железной дороги Возле музея чтобы сделать просто такое красивое место, полное барами, ресторанами, магазинами, смотрите. Молодцы, блин, надо отдать дань. Хорошо, красиво сделали, хорошая задумка. Еще один паровозик. Здесь в раздолье для детей полазить, крутить. Всевозможные закрутили, чтобы не крутили, закрутили, чтобы не крутили, обтянули цепи. Чтобы он не поехал, чтобы он, не дай бог, не поехал. Ну что, идемте дальше. О, нифига себе. Тут в кабине еще какая-то горилла сидит. Это прикол. Смотрите, какой-то гольф. Фитнес-клуб. Закрыт в данный момент. Там какой-то фитнес-зал с весами, с гелями. Интересно, что это такое. Какая-то качалка. На качалку не похож какой-то клуб. Видимо, для развития какого-то вида спорта. Ну что, ребятки, теперь мы можем выдвигаться. Мы увидели музей. Мы увидели окрестности музея. Теперь можно ехать. На дальней станции сойду. Крова по пуяс. Ну что, идемте, зайдем в дом стрелочника. Перед тем, как отправиться в дальний путь. Вот он, дом стрелочника. Ну что, ребятки, покидаем. Это такое прикольное, интересное место. Музей старинных вещей, техники. Прикольно сделано, красиво, с умом. Как внутри, так и снаружи. Рекомендую. Музей старинных вещей.